Девушки отдыхают 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 роста, вот своей энергии бросками, прыжками высокими. Так? Или все-таки лениться не получается никому? А, кстати, Максим Бокс, он забивал сверху. То есть нужно тренировать прыжок. В современном баскетболе, когда идет, ну, очень много тактических ношений, когда идут заслоны постоянные, конечно, и большие игроки должны постоянно двигаться по поляне. Вот. Но вот смотришь в современную NBA, там там вот в каждой команде есть игрок в районе где-то метр семьдесят, метр восемьдесят, который разыгрывает. Но есть и парышки великанов по два десять, по два пятнадцать. То есть тут все. Вообще, думаю, что баскетбол, это, наверное, спорт, в котором больше всего действительно атлетов от природы. Сильные, быстрые, ловкие. Это просто люди будущего. Ага. Баскетболисты. Ну, баскетбол, как, в принципе, и некоторые другие виды спорта называют шахматы на паркете. Не зря ведь такое название, потому что не только выносливость нужна, но и голова должна постоянно работать. Да, да, да. Наш великий баскетболист Андрей Кириленко, который сейчас играет, он говорит, что вот в них в команде было около семидесяти комбинаций. Просто комбинаций семидесяти. В футболе такого нет. Ага. Ну, я добавлю по поводу вопроса Ивана, что значит маленький игрок в команде. Это стержень команды считается во все времена, потому что именно он диспетчер команды. Он правильно, как сказал Андрей, отдаст пас, он доведет, ему всегда дают первый мяч под кольцом. Он всегда, как бы, разыграющий, это самое... Без него игры не получится, как правило, без малыша. И поэтому рост независимый. А это команда. Большой поэкстер тоже играет роль. То есть маленький, большой играет, как рука. Палец сломался, независимо, большой или маленький. В всей команде боли, так и руке. И поэтому с маленьким ростом намного легче попасть в баскетбол, чем в большом. Потому что у нас больших очень много. А к маленькому пробиться немножко сложнее. Но если он попал в команду, доказать, да. Он незаменимый человек в команде. Вот, в принципе, ответ на вопрос Ивана. Еще вот, насколько я знаю, профессионалы, которые помогают составлять хотя бы при поступлении на работу резюме, они советуют в том числе указывать вот в графе дополнительное вот те сведения, которые вы хотите сами о себе рассказать. Если вы играете в баскетбол, обязательно укажите, что вы играете. Потому что баскетбол – это командная игра. И работать плечо к плечу и чувствовать партнера – это вот то, еще то, чему учит баскетбол. Так ведь? Абсолютно верно. Я знаю многих баскетболистов, да всех, наверное, кто по этой жизни идет сильно и смело. Потому что это командная игра, она закаляет, она укрепляет ее нервную систему, она укрепляет физические возможности человека. И когда приходят на производство спортсменки, тем более баскетболисты, настоящий руководитель всегда его возьмет себе в команду. Самый хороший игрок. Ну, получается, внутри команды в любом случае на каждый игрок, каждого другого игрока должен не просто чувствовать, он должен знать и верить в его силы. Так ведь? Нужно знать, кому можно отдать пас, чтобы он не сплоховал вот здесь, этот здесь лучше сработает. Да, вот секреты давайте порассказываю. Ну, есть маленький секрет в баскетболе, видеть своего коллегу спиной. А у баскетболистов вообще сильно развитый стеблярный аппарат, и они даже... И периферийное зрение очень сильно развивается. Да, очень сильно у них развито, да. Это медицина доказала, что он даже чувствует, как бы, как... Ну, больше, чем на 180 градусов у него зрение. И поэтому площадка живая. Даже спиной. Спиной обычно. Это уже мастер команды, когда он знает, что... Когда он бежит даже в отрыв, он уже знает, что за ним должен свой бежать. Это уже настолько отработано. И, конечно... Но все-таки нужно приработаться. Каждый игрок... То есть, если команда... Ну, статичный такой состав. Одни и те же члены игроки. Постоянно, да. То это... В помощь только, да? Ну, конечно, когда хороший мастер приходит в новую команду, вдруг... Бывает такое. Пришел легионер. Конечно, если он профессионал, с ним очень легко. Он все технику знает, комбинации знает. Быстрее партнера почувствует, если он мастер. Это сразу чувствует. Почему? Конечно, нужна сыгранность. Без сыгранности всегда не будет результатов хороших. Ну, вот мы перечислили несколько качеств хорошего баскетболиста, которые могут в жизни пригодиться не только баскетболисту, а вообще любое. На работу лучше примут, потому что вы умеете работать в команде. Периферийное зрение развивается гораздо сильнее, чем у обычного человека, который не играет в баскетбол. Кроме того, тренируется дыхательная система. То есть, вентилируются легкие отлично. И объем легких, активный объем легких увеличивается, потому что это... Быстро бегать нужно. Из-за того, что чередование бега, прыжка и статичного становиться нужно... Сосильные люди. То есть, это просто как бы не просто быть спортсменом, в жизни это все помогает. Такое ощущение, что вы сами играли в баскетбол. Я, конечно же, играла в баскетбол, кроме того, еще готовилась. Прочитаю. Еще сообщение у нас пришло от Надежды из Печоры, с моего родного города. Очень здорово. Игра в баскетбол это захватывающее зрелище. А уж если твой ребенок играет, тут эмоции плещут через край. Моя дочь очень увлекалась игрой и играла за сборную школы. Привет, мои родные Печоры. На самом деле, болельщики как вот в этой ситуации? Помогают или не помогают? Вот когда полный зал во время игры. Это отвлекает? Во все времена считалось, что трибун это помощник игрока. То есть, баскетбол это шестой игрок, в футболе это двенадцатый игрок. Когда болеющие из тебя болеют. Это бешеная мотивация для самого спортсмена. Я вас уверяю, когда мы играем матчи, хорошие матчи, бывают такие матчи настолько интересные, когда есть качели очко в очко играем. И пустые трибуны вот нам играть неинтересно. Не в кайф, да? Не в кайф, как говорится, да. Вот когда полный трибун, там уже другая мотивация внутри уже, другой выходит, другая энергетика абсолютно. и кровь по-другому выродит, и голова по-другому работает, потому что есть трибуны. Давайте расскажем вам о... Я хочу сказать историю про зрителей как раз. Как-то, играя в коряжме на одном из турниров, наша команда попала в сложную ситуацию. Для того, чтобы выиграть первое место, нам нужно было выиграть очень сильной командой Архангельска или Северодвинска. больше 16 очков. То есть, эта команда очень сильная. Да, вот. И чтобы справиться с этой задачей, наш лидер команды, он нам предложил, давайте возьмем эту команду по всей площадке лично. То есть, не только на своей половине держать игроков, а и на их половине, начиная с выброса мяча из лицевой линии. И мы настолько это делали, ну что ли, самоотверженно, отважно. То есть, они несколько раз не могли за 8 секунд выйти со своей половины. Несколько раз не смогли бросить по кольцу в течение 24 секунды. Вот. И в итоге зрители коряжмы они стали Перемеднулись на вашу сторону? Ну, они в принципе и так были. А, им было зрителям коряжм было выгодно. Если бы мы выиграли бы с разрывом меньше, чем 16 очков, то коряжма стала бы чемпионом. То есть была закрутка. И они потом так стали за нас болеть, что мы выиграли не 16, мы выиграли 25 очков. То есть помочь зала. Хотя команда была, наверное, посильнее. Мы были помоложе. Мы были помоложе. И все-таки давайте поговорим о вашей команде, вашей сборной. Потому что ну, чаще всего баскетболистами становятся люди, которых объединяет первая школа, вторая секция, университеты. Это вот какое-то, ну, связанное с учебой чаще всего местных людей. Вы ведь в разных местах работаете. Уж не говоря о том, что вы там в разных местах учились, у вас разные абсолютно профессии. Вот каким образом вы объединились в одну команду? Как вы нашли друг друга? Ну, это такая поговорка, оранжевый мяч, он объединяет очень хороших людей. Естественно, и нас объединил оранжевый мяч. Вы поняли, что очень хорошие, да? Да, потому что, ну, каждый по-своему начинал заниматься в детстве, кто-то в школе, кто-то в техникуме. Но дошли до какого-то уровня, и команда, она и складывается всегда по интересам, по собственным. Бывает такое, что в команде не всегда выживается игрок. И, конечно, он уходит. Так было всегда, по-моему, и так и будет всегда. Команда, она только команда есть, любая команда. Ну, вы, получается, все, вы с самого детства играете? Нет, нет, мы не с детства, но, я думаю... Хотя, наверняка, в школе вас-то точно заставляли играть здесь. Мы в разное время играем в разные команды, просто сейчас вот в Тывкаре, сейчас у нас вообще какая-то ассоциация ветеранского баскетбола пошла. Сейчас вот ребята приехали в том году с чемпионата Европы. Мы пробились, очень много губки привезли и много эмоций. Да, есть чем похвалиться. Есть чем похвалиться. Успешно выступили. Такие крупные города, как Мюнхен, Прагу обыграли, город Сатывкар, Словению обыграли, попали в мощную подгруппу, ну, и приобрели громаднейший опыт этого международных встреч. Сейчас мы планируем поехать. Уже заявились, уже мы в рейтинге на чемпионат мира в Салонике в июле с 12 по 21 июля это чемпионат будет. Там заявлены команды Бразилии, Чили, Аргентины, европейские команды, ожидается команда с Австралии. И вот мы там на этот турнир будем уже приглашены. Мы сейчас подходим к подготовке. То есть, все это не сразу сложилось. Это годами, годами команда собралась, в принципе. И вот сейчас мы решили продолжить спорт, потому что ну это наша идея какая-то. Вы хотели что-то добавить? Я немножко могу про Каунас рассказать. Потому что достижения на Европу наши сборные. Ну чего начну? Я немножко исключение. Я начал играть в баскетбол, когда мне было 25 лет. То есть поздно очень. Но еще до того, как я начал играть в баскетбол, раньше же немножко другая страна была. Все было по-другому. Не было интернета. Был центральный телевидение, два канала. И очень редко иногда показывали футбол, хоккей и баскетбол. И мы это не пропускали. Мы смотрели все. Баскетбол это ЦСКА Жальгерис. Это вообще это фантастика. Это вот мы почему-то почему-то я болел за Жальгерис. Не знаю вот когда. Потому что ЦСКА это была конюшня. ЦСКА собирала все таланты со всей России. Там все. Там был Ткаченко такой мощный такой монстр. Ткаченко Владимир 2,20 весом под 160 килограмм. И был Сабонис, который поэт Сабонис. Который пасы за спиной отдавал. Который техничный. Который просто И я болел. И когда выигрывал Каунас я очень этому радовался. И все это происходило в спортхале. И мы попали в этот спортхале. Мы были на открытии чемпионата Европы когда полные трибуны когда выносят флаги. 22 страны было. И выносили российский флаг. И вот просто выносят российский флаг и получаешь незабываемые эмоции. Гордость. Да, гордость. Что вот Россия здесь, а ты на трибуне. То есть эмоции просто исключительные. То есть вот два раза мы сыграли в этом спортхале. И кстати самые лучшие игры мы сыграли там. Мы выиграли немцев Берлин. Мюнхен. Мюнхен. 39 очков мы выиграли. И выиграли у Праги где-то около 20 очков. Вот. И конечно вот афишка у нас есть. Вот как там отношение к баскетболу просто великолепное. Везде афиши. Бэджикина. Бесплатный проезд. Прямой. Ну вот идет статистика. Она идет в прямом эфире. То есть наши друзья в Сыктывкаре смотрели как мы там играем. То есть потом звонили нас поздравляли или как там что. То есть не забываем впечатления мы получили. И теперь хочется вот просто хочется еще вот на чемпионат мира мы едем потому что всем очень понравилось. Ну на мир вы едете. Вот с каким настроем. Вот вы всех победите. Нет там как бы конечно настрои у нас хорошие но мы теперь знаем реально свою силу мы знаем где у нас слабые места. Мы я думаю что мы покажем результат получше. Мы мечтаем об этом. У профессиональных сборных насколько знаю помимо естественно профессионального тренера массажистов есть еще и психолог который наверняка настраивает на игры. У вас кто в виде в качестве психолога выступает? Ну можно я отвечу на этот вопрос наверное. Психолог в команде не всегда есть это он капитан команды это человек авторитетный и сильный прежде всего так уже лидера выбирает уже сама команда. И кто у вас капитан? Ну капитана сейчас нету с собой у нас. Ну вы скажите можно же привет передать. Пунигов Павел Федорович он идею эту выстрадал и громадное ему спасибо то что наш ветеранский баскетбол российский можно сказать поднял такую волну удачно 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 это были продолжения очень хорошие конечно сейчас команда уже посильнее поедет на чемпионат мира нам уже присоединяется с Архангельска с коржи хороших по опыту скорее выбрали и уже тренировки будут другие немножко уже более все таки турнир высокого ранга в принципе единственное одна конечно маленькая загвоздка когда ребята поехали на чемпионат Европы и там раздавали вопросы другие команды а кто вас спонсирует за чьи деньги вы приехали у каждого нам давали такие вемпелочки мы приехали без вемпелочков мы приехали в одной форме меняли ее мы приехали за свои деньги они там долго смеялись что у вас там такая страна за республика все они были вот это было конечно обидно потому что там движение уже давно идет и сильно и крепко конечно мы сейчас ищем спонсоров они уже появились но сейчас ищем генерального спонсора идут переговоры я думаю мы уже будем более уже более легче будет нам там поехать пора нам прерваться на небольшую рекламную паузу после мы продолжим разговоры так что не переключайтесь и звоните смотрите Продолжение следует...